Огнеборцы, пожарные, спасатели, служба 112. Мы называем их по-разному, но смысл здесь один. Протянуть руку помощи в чрезвычайной ситуации. Каждый день эти люди борются за наши жизни. Но что скрывается за серьезной экипировкой? У меня есть ровно 24 часа, чтобы узнать об этом. Рабочий день каждого сотрудника МЧС начинается с пересменки или так называемого развода. Меня же первым делом знакомят с командой и выдают форму спасателя. Поздравляю оступление в нашей ряды. Спасибо. Синезеленая куртка и брюки, майка с эмблемой МЧС, кепка, берцы, туфли и пояс. Для девушек еще и юбка. У спасателей два варианта формы. Повседневная, к ней также идет зимний бушлат и шапка. И парадная в комплекте пальто. Дальше, можно сказать, самое главное – проверка оборудования и экипировки. В случае ЧП времени на сборы не будет. Пожарные и боевые готовности 24 на 7. За каждым человеком закреплена своя сторона и с каждой стороны по описи всегда есть свое оборудование. В данном отсеке мы можем наблюдать шансовый инструмент, то есть это багры, лопаты, хулиганы – все, что нам нужно для открывания дверей, как хулиганы, кувалда. Так и, если мы берем забирание сухой растительности, чаще всего мы используем лопату либо хлопушку. Также внутри мы можем наблюдать генератор, чтобы запустить осветительную мачту в ночное время, чтобы нам было проще работать. Автомобиль МЧС готов практически к любым ЧП. Здесь защитные костюмы для химических аварий и сверхвысоких температур, 12 рукавов трех диаметров, цистерны, внутри 5000 литров воды и 350 пенообразователя. Плюс пожарные стволы, знак аварийной остановки, конусы, бензопилы и бензорезы – на всякий случай. Гручная гидравлика применяется для 3 ДТП, если нам необходимо деблокировать пострадавшую. Если нужно, то она разжимает и при необходимости режет. Место, где все начинается – диспетчерская. Когда здесь раздается звонок, начинают работать звенья одной цепи. Сотрудник принимает вызов и определяет, кого отправить. Под присмотром Бобруйского ГРУЧС больше полутора тысяч квадратов и 217 населенных пунктов. В городе находится 6 частей и один аварийно-спасательный пост, плюс еще 4 на территории района. Дежурная служба МЧС, я вам помочь. Самое важное – точно принять информацию, адрес, причина вызова и есть ли угроза людям. Нередко на том конце провода не просто очевидцы, а сами погорельцы, которые могут паниковать и путаться. Поэтому от работы диспетчера зависит, как быстро будет оказана помощь. Внимание, два отделения на выезд, два отделения на выезд. Улица Гагарина, 3, третий этаж, дым из квартиры. Дальше счет идет на секунды, на все про все не больше минуты. Здесь время – роскошь. По нормативу экипировку нужно надеть за 18 секунд. Посмотрим, за сколько справлюсь я. Лазить туда, да? Стоп! Ах! У меня шло минуты 46. Конечно, настоящему спасателю во время ЧП тратить на это столько времени нельзя. Кстати, форма достаточно тяжелая, но ее настоящая задача – защитить человека. Она удерживает температуру от минус 70 до плюс 400 градусов. Бросать все и мчать на вызов – таковы будни героев. Не всегда это громкие ЧП, которые после транслируют в новостях. Подгоревшие котлеты, задымление, короткое замыкание, недовольство соседским костром. Без внимания не остается ни один звонок. Путь спасателей может занимать до пяти минут, в зависимости от удаленности и сложности проезда. Скорость для них не ограничена. Но есть два основных правила – обязательно включать сигнал поворота и всегда останавливаться на красной, чтобы убедиться, что машину пропускают. И самое главное – огнеборцы до конца никогда не знают, что их ждет на вызове. И все же, когда на горизонте штиль, сидеть на месте не приходится. Постоянные тренировки – обязательная часть дня. Причем здесь все по-настоящему. Горит, дымит и рушится. Прибытие, затем боевое развертывание, тушение. И все – в полной экипировке. Весит она без малого 20 килограмм. Это очень большой вес. В нем сложно стоять. Как в этом можно передвигаться и тушить пожар, спасать людей я не представляю. Так, потихоньку приоткрывай, чтобы воздух впускался. Не бойся. Боюсь. Не бойся. О, так. Я тут могу покрутить, больше не будет. Ага. Каждое действие тут отработано до автоматизма. И все же невозможно предсказать, как сложится ситуация в реальности. Огонь – необузданная стихия, которая сметает все на своем пути. Полагаться здесь только на себя не получится. Профессионализм, командная работа, доверие и почти братская связь. Вот что каждый день помогает пожарным спасать людей и самим возвращаться домой. На часах 23.00 – это время, когда спасатели могут отдохнуть. Правда, не все. На дежурство остается суточная смена и начальник караула, которые сменяются в течение ночи. Увы, иногда сон длится до первого вызова. В 8.30 новая смена заступает на службу. Обязательный этап – проверка документов, удостоверений и психофизического состояния. Начальник части инструктирует сотрудников и докладывает суточную сводку. Главное – обошлось без жертв. За этот год на счету огнеборцев уже 17 спасенных. Когда речь идет о жизнях, поверьте, это немало. Мой день здесь подошел к концу и, признаюсь, было непросто. Действительно, никто лучше спасателей не знает ценность человеческой жизни. И все же важная часть их работы – беречь себя. Ведь когда к концу подходит их день, дома героев ждут целыми и невредимыми. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.